как свидетель, как показание, это вот факт, торт. Но тут еще тоже есть такой момент, что постоянно речь сегодня идет о чеченцах. Вот опять тут какой-то чеченский тоже какой-то непонятный. Касьянова однозначно запустили тортом представители Чеченской Республики и так далее. Вообще этот след чеченский, он идет вот 28 число убийства Немцова, годовщина чеченца опять-таки, политковская, политковская, чеченцы. То есть угрозы идут со стороны Чечни и Кадырова тоже непосредственно в сторону. А тем временем вопрос стоит, будет ли переназначать Путин Кадырова на следующий срок главы Чечни. Это же как бы у него срок истекает где-то в апреле. Это тоже как бы тема такая. Ну вот ваш комментарий по всему этому. То есть торты тортами, все понятно, это унижение человека. Мне кажется, что в немалой степени те, кто бросает торт, они себя унижают тем самым. Но для них это, я понимаю, что это показать. Кстати, на видео они хорошо так толкнули этим тортом Алексея. То есть видимо, как бы, ну торт-то тортом, но важно не только, что бросает, но и кто. То есть они, так сказать, с энергией. И можно разбить лицо этим тортом. Это естественно, потому что там же существует основа какая-то картонная. Понимаете, на самом деле, мне кажется, в России оппозиция победит, когда она себя начнет вести подобным образом. Когда Касьянов в своем твиттере выдаст фото или видео Кадырова с мишенью и надписью «Кто не понял, тот поймет». Потому что все вот эти апелляции к нарушению прав, к каким-то там приличиям. Ну, как бы, знаете, хулигану надо дать кирпичом по голове, тогда он может исправиться. Ну, это конкретному хулигану. А в данном случае речь идет о том, что не только... Одному даже многие исправятся. Много-то могут исправиться. Павел, ну вот как вы прокомментируете все, что происходит? Ну, смотрите, значит, шоу с тортом в лицо, это как бы очень нравится Кадырову. Это всем известно. То есть это не то, что как бы, значит, кто-то это изобрел. Потому что раньше кидали яйца с помидорами, почему торты? Потому что Кадырову лично, он же там не случайно появился ролик, где они торт размазывают по Баскову, вот этому певцу. Чарль-Чапольщина такая, да? Да, да. То есть Кадыров, будучи человеком малообразованным, неинтеллигентным, ему вот это вот нравится. Он же не случайно на Инстаграме вечно что-то там такое. То есть он же в конце концов молодой. Сколько ему лет? 29? Не знаю, молодой совсем. Поэтому для него это шоу. А дальше он же теперь царек такой своего чеченского народа. Соответственно, значит, его это свора, в том числе живущая в Москве, достаточно нам тоже хватает. Вот они удовлетворяют вкусы своего вожака. Это то, что касается их. Запугает ли это оппозицию? Это же с этой целью делается. Нет. Алексея, которого я достаточно хорошо знаю лично, запугать такими вещами нельзя. Это, как бы, я вам сразу могу сказать. Это, может, в какой-то степени... Да тоже нет. Никого из них так вот не запугаешь. Они достаточно в хорошем смысле отмороженные сильные люди. А мишень вот когда показывают в мишени? И мишени-то, ну, понимаете, вот как я еще иногда могу подумать, что, может быть, Михаил Михайлович что-то такого может испугаться. Но тоже нет. Они все очень смелые, рискованные люди. И Яшин, и Навальный, и Володя Карамурза. Я вам, ну, зная их лично, могу сказать. Поэтому, как бы, нет. Тортиками, мишенями и вообще-то вот такими вещами не запугать. Тем более, что значит не запугать? У нас 27-го числа годовщина смерти Бориса Немцова. Вот уж чем действительно пугали и пугали по полной программе. Но все равно тот же Яшин, тот же Навальный и Касьянов продолжают делать то, что они делали. Они продолжают работу, начатую Немцовым. И здесь ни в коем случае нельзя остановиться. Конечно, тортиками не остановишь. Ну что, еще одна у нас есть тема. Я хотел бы, чтобы мы как раз сегодня в пять темы уложились. Так оно вроде и получается. Итак, в Минске состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Событие, возможно, запомнится еще и тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Дмитрием Анатольевичем, то есть Медведевым перепутал, развеселив российского премьера Медведева. Ну, других поводов для позитива было мало. Ну и вот это 20-летие мечты о Союзном государстве отметили подписанием незначительных документов. Реальные договоренности, вероятно, как отмечают, будут озвучены позже. Ну что, Алекс, вообще Союзное государство. Нет валюты единые, постоянно идут какие-то... Есть единый телеканал главным продюсером или директором, которого является великолепный до каких-то недавних относительно времен комик российский Игорь Угольников. Вот это то, что у этого Союзного государства есть. Ну, я должен сказать, что вот сейчас я просто разговаривал, есть такой Владимир Никляев. Владимир Никляев в свое время, в 2010 году, да, он баллотировался в президенты Беларуси. И когда был своего рода Майдана. В день выборов, да, его взяли, посадили, ему там грозило от 5 до 15 лет. Он сюда приедет, кстати, и будет, я думаю, в нашей программе. Мы даже уже с ним определили число, это будет 8 апреля. Вот, в пятницу он будет здесь, и мы будем как раз вот 8-10 апреля мы будем. Значит, на самом деле речь идет о том, он мне говорит, что неужели на Западе не понимают, что Белоруссия, ей, в общем-то, грозит тоже судьба Украины в связи вот с этими реваншистскими настроениями в Кремле. Ну, конечно, понимают. Лукашенко, вот я не помню, кто это недавно сказал на эхе Москвы, по-моему, Сергей Алексашенко, что в тот момент, когда Беларусь начнет поворачиваться к Западу лицом, а это уже потихонечку происходит, даже при Лукашенко, потому что он как бы в соответствии с украинской поговоркой, что разумный теленок двух маток посасывает. Значит, и тем более, как еще кто-то заметил, причем антизападно настроенный, вот попалась мне статья, где человек сказал такую вещь, что прозападных людей выгнали из политики в Белоруссии, ну, можно добавить, что там нет вообще политики все последние 20 лет, но они вполне укрепились в образовании, в науке, да, то есть все равно как бы растет это самосознание белорусов, и оно обращено на Запад. Так вот, Алексашенко сказал, что в тот момент, когда Беларусь решительно начнет поворачиваться к Западу, что-то получится такое, типа вот как ЛНР и ДНР. Гомельская народная республика. Гомельская, Витебская, да, там, где люди более русифицированы, более православные и так далее. Я при полном уважении абсолютно уважаю православную веру, это сейчас иронично такое выражение сейчас. Безусловно, но понимаете, так, а что делать? Европа же, она изначально, и Америка тоже, мы же по-другому устроены, чем Россия, мы не можем просто так танками взять и начать все. Нам, чтобы танками кого-то прополоскать, надо какой-то очень большой повод. А так мы пытаемся как-то обхаживать либерально, скажем, Лукашенко. Столько лет от него требовали выпустить политзаключенных, он их выпустил. Уже хотя бы молодец на печенье. Так же, как с Каддафи было. Да, Павел, ваш взгляд. Вообще, кстати, вот эта оговорка, вдруг, Дмитрий Анатольевич, о чем она говорит? Юмор, маразм? Нет, это, я думаю, что Лукашенко, он же не так просто, не так глуп. Ну, вроде оговорка. Это оговорка, но она такая, я не исключаю, что он специально это сделал, потому что хотел, что достаточно странно, но тем не менее, немножечко так поставить на место Путина, который приехал туда богом, как он себя и давно уже мыслит, и сейчас он такой, а, это Лукашенко. А Лукашенко, будучи вполне тоже в своем собственном сознании хозяином своей страны, он, типа, имя перепутал. Путин, он же сам любит такие штучки, да, как вот это с Шевчуком было, как вот, простите, зовут. Вот это такой, это элемент унижения, вполне возможно, вполне придуманного батькой. Вот, а что касается, поэтому батька, он не глуп, он лавирует, он понимает, что он сейчас может сыграть правильную игру с Западом, и ему, что называется, будут какие-то, так сказать, подачки, а наоборот, в России подать ему некому, и не получается, там, денег нету на это, там, война идет не до того. Две войны. Две войны, да, и вообще черти что. Поэтому, как бы, конечно, это грустно, что столько лет уже он правит этой небольшой, вполне европейской страной, ну, уйдет, будет другое, дай бог, чтобы Беларусь осталась независимой, и у нее появился, в конце концов, лидер, который поведет ее в Европу. То есть, вот это, вот судьба этого будущего, настоящего, вернее, будущая судьба вот этого союзного государства, она под большим вопросом. Ну, слушайте, ну, союзное государство, это совершенно по большому счету пустышка, да. Это было придумано в свое время еще Ельцином и тем же Лукашенко, чтобы, так сказать, ну, какой-то такой, создать какую-то форму, и, может быть, к ней присоединяться. Это еще было чуть ли не до СНГ, на самом деле. Ну, до СНГ, когда оно начало что-то формировать еще. И понятно, что, ну, как бы, ну, такое немножко шоу в никуда, там, что там 6 миллиардов бюджета, ну, рублей. Не работает. Ну, ни о чем, да. Ну, какая-то администрация, ничего интересного. Благодарю за участие в программе. Спасибо. Алекс, благодарю за участие в передаче. Дамы и господа, благодарю и вас за участие в нашей программе. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова